всем привет любит мохнатых чудовищ показываю пустой улей правильно когда показывать пустой улей если не посреди лета и тема сегодня очень интересная как для лета потому что спрашивали спрашивали меня как я храню соты вот сейчас лето самое время рассказать как я храню соты но действительно я буду показывать результат вот у меня пустой улей абсолютно пустой сейчас я его буду заселять очередной пчелосемьей потому что до главного взятка у нас остался месяц но дело в том что вот этот пустой улей он с осени пустой он видно еще прошлогодние осы лежат дохлые вот ос дохлый лежит в общем это был пустой улей и я сюда нагрузил суши для того чтобы она тут хранилась вот как бы вам показать вот что ни одна рамка молью не побита потому что в чем проблема хранить соты в том что их весной очень сильно начинает бить восковая моль и сгрызает за кого это видео скучное или своевременное дело в том что на самом-то деле вот это хранение суши это такой очень краеугольный камень потому что очень часто пчелы ну вернее моль суш портят ну вот я вам покажу что даже есть черная сушь когда-то было уже молью побита черный абсолютно сушь а моль очень хорошо жрет черную сушь потому что там есть оболочки от личинок потому что светлую сушь моль не трогает вот если брать вощинку допустим это тоже испорченная вощинка у меня складировалась то вощину можно хранить как ни попадя моль ее не тронет а вот черную сушь она грезет с удовольствием видите тоже рамка чернющая зачем она мне здесь она здесь не надо это на переплавку выбросить это что тоже чернющая рамка моли нигде нет как видите тоже на переплавку эта рамка она уже не годная для использования потому что слишком черная будем переплавлять но показываю что она стояла целую осень целую зиму целую весну и уже июнь месяц середина считайте и все нормально видите ни одной моли нету рамки не побитые есть тут и светленькая сушь недострой такая вот рамочка как видите ни одной малинки нигде нету и вот как добиться такого результата вот я вам сейчас рассказываю как это делается во-первых я в своих видео всегда рассказывал что я осенью отдаю сушь пчелам под охрану то есть когда семи сокращаетесь через заставную доску ставите им малометки сушь и пока пчелы бегают по малометкам а малометка должна быть обязательно стоять иначе пчелы там бегать не будут тоже черная рамка тоже на переплавку выбросим пока пчелы будут бегать по рамкам пока моль там ничего сделать не сможет потому что пчелы моль будут прогонять вот видите еще прошлогодний мед какой-то мне не нужен а тут еще этого меда тьма сколько того прошлогоднего меда он мне уже не надо почему я пчелам не скормил этот мед потому что я про него что я про него блин забыл что он в этом есть елки-палки а тут же этого меда кормить не хочу давайте на другую сторону перебежим было виднее меду с прошлого года еще есть надо его распечатать уже пчелам не надо надо распечатать выставить его на улицу чтобы они его забрали сейчас без взяточный период они будут забирать вот видите меду тьма у нас есть и моли у нас нет ни где там какая-то самка тоже черная на переплавку тут есть одна подозрительная рамочка вот видите вот она тут вроде как молька завелась в этой рамке одна единственная рамочка с признаками что тут была моль ну мой тут дохло и вот он червячок дохленький уже не живой так вот как сделать так вот видите в простом улье хранится суш середина июня и моль ее не тронула вот рассказываю секрет этого фокуса на самом деле тут ничего сложного нет надо знать физиологию моли как она падла такая нехорошая вредитель этот члены развивается и надо запомнить что моль при минус 5 градусах вернее даже при плюс 5 градусах она прекращает свое физиологическое развитие но не погибает то есть она остается живой но вроде как спячку падает а при минус 18 градусах она вымерзает полностью на любой стадии если ее заморозить моль подыхает окончательно неважно какая она там бабочка куколка все замерзла промерзла и погибла минус 18 градусов моль не выдерживает моль погибает и вот на этом основании и полагается вот этот метод сохранения суши просто пустых ульях никакого типа помещения не надо никакой тебе серии никаких тебе яда химикаты как там на ю тубе показывает обрабатывать соты них чем абсолютно не обрабатываю вообще ничего не делаю никаких там заматывания встреч пленку понимаешь тоже как показывает вообще нихрена не делаю вот как поставил осенью так и стоят значит осенью по той причине что у нас осень теплая если после была холодной вообще не было проблем так она у нас теплая почти аж до зимы аж до февраля еще и февраль бывает теплый то пчелы в это время активны так вот делает так как я сказал что моль в них не завелась осенью ставлю когда семьи сокращены сокращаю семью за основную доску и за основную доску ставлю сушь и между сушами ставлю немножко мало медных рамок пчелки потому что осень теплая бегает из основной доски за медом на на медке перетаскивает мед и заодно охраняет всю остальную сушь если где какая бабочка там хочет в эту сушь понимаешь внедриться чтобы там зазимовать то пчелы и и просто выгонит оттуда то есть пчелы таким способом охраняют мои соты мою сушь осенью а вот как уже похолодано пчелы уже сбились окончательно клуб они уже за основную не бьют их утеплил зимовать уже заставил все понимаешь заставные глухие у меня сушь получается но дело в том что это уже холодно там бабочки тоже уже не летает то есть они уже не могут разноситься по ульям разносить своих долбанных червяков и портить моль потому что что делает мой она залезает в поле и зимует там где-то каком-то мусоре понимаешь все ли забивается чтобы там перезимовать потому что плюс 5 градусов они принципе нормально выдержит они даже и минус 5 честно говоря при минус 5 мой тоже не погибает она стадию спячки впадает но не замерзает но чтобы замерзла надо минус 12 минус 18 тогда пропадать и вот это время когда уже пчелы в клубе я уже все сложил я эти соты из заставной забираю и складываю вот в пустые улья у всех на пасеке есть пустые улья и вот я беру пустой улей и складываю сюда всю сушь которые у меня есть на пасеке которая мне не нужна чтобы она сохранилась то есть ставлю ее на хранение при этом улей наглухо закрываю улья не должно быть щелей литки наглухо крышку наглухо если надо замазали герметиком паралонжиком заткнули все дырки если там улья уже старый рассохшийся в общем улей должен быть такой чтобы туда не залезла бабочка и так и оставил и так они у меня стоят бабочки не летают и приходят у нас конечно же холода ну зима начинается холода приходит никуда этого не деньтесь вот как пришли холода прихожу на пасеку открываю эти улья и даю улью промерзнуть потому что что бабочка погибает при минус 18 градусах и вот улей на холоде у меня стоит открытый с этими рамками что стоят я их не двигаю потому что воск он на морозе сильно хрупкий становится стоят рамки мерзнут и мерзнет улей и вся живность который есть в улье где-то спряталась там в мусоре понимаешь в какие-то щели забилось понимаешь она вся вымерзает это молик чертовой матери за зиму и вот таким способом я их замораживаю этих бабочек моли эту червячков этих самых которые портят нашу сушь весной потому что весной это просто напасть это охлесово пята потому что страдаем от моли очень сильно тем более если зима не было холодной они не вымерзли то их невидимое количество этой моли разводится вот они у меня зимой вымерзли я их заморозил и опять этот улей закупориваю наглухо закрываю чтобы не было щелей и больше не открываю пока мне не надо будет вытягивать отсюда сушь вот у меня очередь к этому улью пришла аж июня месяца это уже на пасеке один из последних больших ульев нет это не один из последних это последний большой улей который я буду заселять то главное взятка еще месяц но еще остался один маленький были 16 рамочные не заселены тоже какой-то отводочек удар поселил не все больше у меня ульем на пасеке не остается все пасека расширилась до максимума и вот как видите получаю я такой результат все рамочки целые сохранились никуда не делись и даже есть мед который я почему-то забыл что он здесь есть и он мне теперь не нужен тем не менее я его распечатаю он еще пригодится такие вот дела вот такой вот очень нехитрый способ очень и очень нехитрый чтобы сберечь соты осенью чтобы их мой не побило оставляйте на охрану пчелам как похолодало ставите в улей замораживаете как будет холода даете промерзать закрываете и ваша моль в улей не залезет это моль который в улье тоже вся вымерзнет и сдохнет и получится что у вас соты хранятся вот видите уже сколько шестой месяц ни одной малинки нету на моей чудесной суши ну там было какой-то один шовячок который залез и я его заморозил он помер как видите рамки все целые так что кому надо вот можете такой способ попробовать я думаю у вас получится но почему не получится раз у меня получается так у вас получится так что такие вот дела такой вот нехитренький способ кому надо пользуйтесь но сегодня такое видео ставим лайк кому понравилось кому не понравилось все равно лайк потому что я очень жаден и не забываем передавать привет тут мохнатых чудовищ нет хотя бы мне передать надеюсь Продолжение следует...